Всем привет, мы находимся в городе Хайкоу, столице острова Хайнань. Сегодня 6 сентября 2024 года, и на нас набирается супер-тайфун. Как говорят учёные, тайфун Ягель будет одним из самых крупных тайфунов Юго-Восточной Азии за последние 10 лет. Всем привет, мы находимся всё так же в универсии Хайнань Шахандасио, в городе Хайкоу, столице острова Хайнань. И сегодня к нам приезжал какой-то мужчина в костюме, непонятно кто это, и объявил, что в нашем общежитии, как я ранее рассказывал в прошлом видео, у нас учили воду, и два дня не было света и воды. Так вот, он сегодня приехал и сказал нам, типа, джа-йо, всё, не переживайте, у вас, возможно, не будет воды и света ещё неделю или две. А вообще город будет восстанавливать целый месяц, на восстановление нужно много времени, типа, и для нас это всё большое испытание, нужно набраться сил терпения. И он нам предложил жить вот в этом прекрасном общежитии, без света и без воды, неизвестное количество времени. Поэтому мы, поезда, должны возобновить свою работу, и мы планируем, пожалуйста, поехать в Санью, жить. Посмотрим, как это будет, потому что здесь нет возможности сейчас жить, снимать квартиру Хайкоу смысла нет, потому что учёба непонятно, когда начнётся, и, короче, всё это будет странно. Вот мы, студенты, стоим напротив общаги. Вот, мы с деревьев повыкорчевали, пальма упала, там деревья. Ну, где бы так машину свои составили, вот крышу какую-то унесло. Просто этот волнейший апокалипсис. Жесть, все деревья поступало. Здесь забор. Забор, да, сломали? Да, да, но на забор упало. Вот оно, это дерево, вон оно, коряги. Пальма, короче, всё поломала. Просто мы сейчас садим в ахере. Всё посносило. Просто жесть. Смотрите, как деревья повыкорчевывало. Вот они просто лежат. Так, я её до конца не выкорчевывала. А вот это вообще... Там всё мопеды завалены. Жесть. Вон, поломала всё. Всё в мопедах. Так вот выглядит Хайкоу через... Спустя два дня после тайфуна. Посмотрите, как выкорчевало деревья. Это вообще жесть. Вместе с плиткой, с бордюрами. Деревья все пообрубала. Мы сейчас пробуем добраться до Сани. Сейчас мы едем на станцию Хайкоу-Дон. Это станция, с которой можно уехать с Хайкоу в Санью. И мы не знаем, есть ли вообще поезда, работает ли она. Мы пытались звонить. Там автотречек, ничего не понятно. Поэтому мы решили рискнуть и поехать. Если нет, то хотя бы найти какой-то такси или автобус. Потому что в Хайкоу, где мы живём, сейчас нет света. Воду нам дали, но света нет. А в Хайкоу сейчас очень жарко. И реально невозможно просто существовать, что-то тут делать. В городе разруха. Нам сказали, что на восстановление города потребуется минимум месяц. И ждать месяц, когда восстановят, нормальная жизнь начнётся. Это очень тяжело. Мы сейчас ели, словили такси. Потому что на Хайнане очень много электромобилей. А поскольку электричество было выключено в некоторых районах, машины не заряжались. И осталось очень мало машин. Мы пытались вызвать через приложение по типу детей. Но не ловило. Мы ловили 15 минут. Мы не нашли. И мы вызвали офици... Ну, не вызвали, а поймали. Словили официальное такси, которое по счётчику едет. Такой вот у них счётчик. И едем сейчас на нём. Вот. За 20 юаней. Наценка в два раза. Ну, хотя бы так. Нам лишь бы было добраться уже. На улицах пробки. Из-за того, что эти светофоры не работают. Трафик такой жёсткий. Все пытаются уехать куда-то. К родственникам. Ещё что-то. В соседнем городе... В Инчан. Очень много кокосовых рощ. И они... Как нам сказала наша учительница. Она родом оттуда. Она сказала, что все пальмы снесло. Там очень сильная разруха. Город очень сильно пострадал. Есть жертвы. Но пока что не говорят, сколько людей погибло. Это очень грустно. Вот такая вот нынче ситуация у нас в Хайкоу. Вот. А в Сани всё прекрасно. Там есть электричество, вода. Там отдыхают туристы. Поэтому мы и направляемся в Сани. Смотрите, вот так тут много людей. Пауэрбанки все разобрали. В общем, доехали мы до станции Хайкоу Дон. Билеты онлайн на поезд уже были все раскуплены. Мы встали в очередь. И вы понимаете, какое совпадение? Мы купили последние билеты. Сейчас 11.30. Мы купили последние билеты на 5 вечера. До 5 все билеты уже распроблены. И мы купили билеты на 5 вечера на стоячие места. Сидячих нет. Стоячих нет. Мы забрали последний вариант уехать. Уехать с Хайкоу, Санью. Люди, когда все разворачиваются, всегда-то не идут обратно домой. Потому что вариантов уехать нет. Автобуса сказывается тоже нет. Токсистов нет. Это включение из вокзала Хайкоу Дон. Что у нас происходит? Мы купили билеты на 5 вечера, как я ранее говорила. И сейчас время уже без 10.00. Мы тут сидим на полу. Я лежу на полу. Потому что невероятно жарко. И кондеры работают. Мы в полную мощь. Здесь очень много людей. Все хотят уехать. И в первый раз за все время, что я здесь нахожусь, нам задержали рейс. Короче, все поезда, видимо из-за того, что очень много полом, мы все поезда задержали. И мы уже отправляемся не в 5 вечера, а в 5.40. Мы очень грустные. Мы уже устали. Хочется помыться. В общем, поезд перенесли еще на час. В общем, выезжаем. Мы теперь в 6.15. Надеемся, больше переносов не будет. Так ваш блогер вышел поспать. В общем, вот такая вот ситуация сейчас. Все рейсы задержаны на 90-го и на 80-м, наверное. Кому-то повезло, всего на 40. Сдержали. Ну, скорее всего, задержат еще. Народу здесь просто куча. Жарко очень. Видео на лестнице сидят. Здесь никогда не было столько людей, как сегодня. Все пытаются уехать. Все, люди на полу сидят. Еще очень много людей на улице. И билетов на сегодня больше нет. Мы успели ухватить билеты последние. Вот так вот сидят люди все. Что происходит. Здесь вот тоже куча людей. Все сидят уже на полу. Там наши койка места. Жарко нереально. В общем, настал тот момент, мы наконец-то сели в ходь. На полу. Мы уже рады любым местам. На самом деле, у нас очень крутые места. И тут стоят китайцы. Вот эти. Милые партии. Они возмущаются, что мы тут сидим. Они просто на самом деле обиделись, что эти места не достались им. Такие, мы эти лосы заняли наши миссы. Сейчас мы поедем в Санью. И мы планируем снять квартиру в районе Дадунха. Сейчас покажу, через какие приложения можно искать квартиры. Здесь вот такое приложение 58 Тунши. В нем можно искать различные, арендовать различные помещения, коммерческую недвижимость, какие-то магазины. И вот здесь вот этот вот значок диванчика креста. Это можно арендовать квартиры. Мы пользуемся картой. В основном открываем карту. И по карте ищем, в каком районе мы хотим снять квартиру. В общем, собственно, почему мы приняли решение, что нам нужно поехать в Санью. Сейчас в Хайкоу обстановка на данный момент такая, что город на выставляние города уйдет приблизительно месяц. Во многих районах города Хайкоу нет электричества, либо воды, либо чего-то вместе. И во многих районах не работает связь. Она работает очень плохо. Как вы знаете, в Китае в принципе не работает. Инстаграм, Ютуб, Ватсап, это все работает через VPN. А когда еще в принципе связи нет, то это вообще очень грустно и печально. Поскольку Хайкоу находилось в самом эпицентре, здесь ущерб самый большой. Все деревья раскурочило. Просто город сейчас выглядит не в своем лучшем виде, поскольку все повыносило, разносило. И это выглядит все очень грустно. И мы решили, что лучше поехать в Санью, где все тихо и прекрасно. Еще одна причина, почему мы решили уехать, это такси. Мы не ездим на мопедах, мы ездим только на такси. А поскольку на Хайдане практически все такси это электрокары, а как я ранее говорила, сейчас электричества во многих районах нет, такси стало намного меньше. Если оно есть, оно стало дороже. Вот через приложение мы всегда вызывали такси. Сейчас такой возможности нет. Через приложение не ищется, либо очень-очень долго. А официальные такси, которые можно поймать с руки, они сейчас глупую цену. Вот такие вот дела. Поэтому мы сейчас поедем в Санью. Яги не сильно задел Санью. Просто был ветер, и поэтому там есть электричество, связь, вода, и вообще все прекрасно. И очень многие сейчас поехали, например, в наше общежитие, многие ребята поехали жить в Санью на время, пока Хайков восстанавливается. В общем, вот так вот мы едем. Битком. Нам пришлось встать. Такие дела. Ну вот и все, друзья. Мы доехали до Саньи. Заселились в квартире. Да, она не роскошная. Смотрите, какая она милая и любитная. Короче, как заключаются здесь договоры. Если вы заключаете трёхосрочный договор аренды, он выглядит вот так вот. Такой маленький договорчик. Подписываете, там указывается срок, какие расходы дополнительные, какой депозит. Ну, короче, как обычный договор, просто на китайском. Вот, нам повезло, потому что кто нам сдавал, она является хозяйкой этой квартиры. Она такая милая, добрая. Мы с ней поболтали. Всё, заселила нас. Получается, здесь спальня. Давай покажу спальню. И сразу переход в зал. Да, здесь такая гостиная. Самое классное, это, конечно, балкончик. У нас вид прямо на Додунхай. Вот это вот, мейн ров. Мейн ров. Мейн ров. Которого здесь. Завтра вот это всё будет, вообще будет ров. Да. Столик, можно кушать. Ну, я так скажу, что после хайков, после отсутствия света и воды 3 дня, что угодно окажется раем, где есть коньёр и вода. Всем привет. Сегодня 11 сентября. Мы находимся на Додунхайе уже третий день. Первые 2 дня была прям классная погода, не жаркая, можно было купаться, море было открыто. Сегодня с самого утра идёт дождь. Тропические ливни на Додунхайе сейчас. В сентябре погода, в принципе, такая очень изменчивая. То дожди, то жара. В основном где-то 15 дождливых дней в сентябре в Санье. Приблизительно так. В Хайкову ещё больше. Вот, влажность где-то 90% сейчас. Ну, на улице сейчас не сильно жарко и нормально, короче, когда прошёлся дождик. Единственное, делать здесь особо сейчас нечего. Единственное, делать сейчас здесь особо нечего, разве что ходить по магазинам, шопиться и всё. Потому что дождь может начаться опять в любой момент. Донбейская кухня, по моему личному мнению, самая лучшая кухня Китая. Она находится на северо-востоке, где город Харби, но приблизительно в той стороне. Вот. И на Санье очень много донбейской кухни. Она очень классная, большая. Например, кафе Лина. Знают абсолютно все туристы. Так вот, это вот как раз-таки донбейская кухня. Она славится своими большими порциями и несложным приготовлением. Просто быстро обжаривается что-то в Казани. В этом магазине мы добыли джангёу за 6 юаней. Вот этот магазин, кстати, нормальный, там цены, но... Вот. Сейчас пойдём в Лавсан. Вот они, у Лавсаня эти паузы. Вот она, смотрите. Могуцай с грибами и овощами. Вот он очень вкусный. Кстати, вот в этом Лавсане разговаривают на английском. Ещё вот есть не такая вот всякая фигня, но она острая. Ещё у них здесь есть браники неплохие. Вот. И нам нравятся вот эти вот онигири именно с креветкой. Они неплохие. Остальные мы пробовали какие-то суховатые на наш вкус. Здесь всякие ноти, всякие дня. Пока, всякая красивая вещь, лапшучка. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, пляж на Додунхай, как всегда, прекрасен. Здесь есть много людей и море. Очень красиво сегодня. Купаться разрешают, слава богу. Да, так мало людей купаются. Остальные все стоят, смотри. Как по мне, вот эта вот левая сторона Додунхая, которая в сторону ананаса самая красивая, из-за вот этих вот пальмовых рощ, под ними можно прийти, расположится тенёк. Очень классно. Как раз здесь вот загончик для купания. Очень многим в Китае не нравится то, что на пляже Додунхая заставляют купаться в этих загончиках. Лично для меня это большой плюс, потому что безопасность на уровне. Если с вами что-то случится, а многие уверены, что с ними ничего не случится никогда, и вот все беды мимо них, так вот, если что-то случится, вам помогут. Если какие-то медузы, они сразу выгоняют, они знают, что они там ядовитые-недовитые, что да как. Если какие-то волны, в которых они видят опасность, они вас выгонят. И это намного лучше, чем один день утонуть, сколько было случаев, когда в Таиланде тонули наши туристы, во Вьетнаме, да где угодно. Сегодня вообще классно, тёплая вода была. Покупались.